Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ну, теперь уже телезрители, поскольку все наши программы мы можем смотреть на YouTube, на Facebook. И сегодня у нас 8 марта 2016 года. 8 марта, вторник. И день это, конечно, особенный, поскольку в этот день, как все помнят, во-первых, это международный женский день 8 марта, несмотря на то, что в Соединенных Штатах как-то не очень это отмечается. Но, тем не менее, мы-то выходцы из бывшего Советского Союза, поскольку мы это помним, то, естественно, мне хотелось бы от моего собственного лица, от лица Центра Сангейт, от лица всех мужчин поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным праздником. Цветы, улыбки, любовь, бриллианты. Кто себе может это позволить? Это все вам, дорогие мои. Ну, и сегодня у нас в этот замечательный день совершенно замечательная женщина, которую я вижу на экране, и вы это тоже скоро увидите. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда пропала Василина Мяскеевич? Я говорю, ну, вы же понимаете, астрологи, они же делаем месть с планетами. Планеты, они же как-то там вот где-то далеко, высоко. И вот пока вот между этими планетами пропутешествуешь от одной к другой, вы же понимаете, время занимает. Слава Богу, это можно путешествовать, так сказать, и в астральных телах, и где угодно. У нас же программы такие, у нас астролётчики есть. Поэтому Василина появится. Вот она появилась сейчас. У вас, кстати, с правой стороны свет от окна. Вы повернитесь немножко в левую сторону. А то у вас одна сторона, то, что я вижу на экране, освещена, так сказать, вот так ярче, а другая, что, конечно, не мешает видеть нас, нам, вас. Василина, ну, давайте мы начнём вот с чего. Да, все, как бы, естественно, с нетерпением ждут ваших прогнозов, не предсказаний, поскольку прогнозы – это астрологи, а гадания и предсказания – это гадалки. Так вот, ну, наверное, многие знают о том, что в ночь сегодня на завтра, по-моему, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, это для Соединённых Штатов, будет солнечное затмение. Это очень неординарное событие, это очень серьёзное событие. Вот, расскажите, что это солнечное затмение нам готовит? Ну, на самом деле, мы ждём затмение завтра, но вот действие затмения продлится довольно долго. То есть, можно рассчитывать, что в течение полугода мы будем ощущать его действие. То есть, бояться ничего не надо, наоборот, нужно, как бы, позитивные мысли в голову все набрать. У меня, например, есть свой способ, могу поделиться. Да, у меня есть шкатулочка, где я храню все свои позитивные такие мелкие вещички. Там у меня духи стоят, которые я использовала, ну, в самые такие положительные моменты моей жизни. Там у меня флешечка лежит с хорошей музыкой, даже шарфик такой нежный, который, ну, когда-то мне любимый человек подарил, и он до сих пор пахнет какими-то духами его. Вот у меня есть такая шкатулочка, и когда мне нужны позитивные мысли, я в эту шкатулочку влажу и перебираю всё, что там у меня есть. Ну, ещё кое-что, какие-то памятные подарочки, что-то такое. Ну, возможно, это детское занятие, но у меня масса положительных эмоций от него. Я собираю всё, что доставляет мне положительные эмоции, начиная от туалетной воды, шарфиков, музыки на флешечке, и всё в эту шкатулочку. Шкатулочка когда-то была маленькая совсем, теперь она уже побольше. Ну, вот рекомендую завести каждой женщине такую маленькую шкатулку и в такие важные дни перебирать эти вещи. Понятно. Это очень положительные эмоции всегда вызывает. Василина, скажите, это только для женщины рекомендации или для мужчин тоже? Ну, конечно, и для мужчин. То есть, шкатулочку тоже можно заводить, да, мужчинам? Да, можно туда положить портмоне, которое было когда-то битком набито деньгами, а сейчас почему-то финансовый кризис в этом кошельке. Вот там пускай лежит тот, где водились денежки. Ну, например, так. Фотографии побед? Можно. Это же для мужчин, правильно? Фотографии нету, я не люблю фотографии, как-то у меня нехорошие ассоциации, но вот какие-то книжечки, у меня там стишочки лежат, ну вот мужчины тоже творческие какие-то, возможно, тоже будут предметы, вдруг тоже какие-то стихи. Да, ну понятно, дело в том, что, конечно же, вы сказали, это может быть детское занятие, но тем не менее, внутри у нас есть наш внутренний ребенок, и на самом деле было бы неплохо его иногда с ним общаться, с этим внутренним ребенком, потому что дети, они же как, у них же нету негативного, у них нету ничего плохого, у них все хорошо, все здорово и замечательно. Так вот, когда человек становится взрослым, у него начинают появляться проблемы. Скажите, вот это солнечное затмение все-таки, они какие-то проблемы принесут миру или каким-то отдельным регионам планеты? Ну, конечно, есть и проблемные моменты, но, наверное, с хорошего все-таки нужно начать. Давайте, конечно. Опять-таки, поговорить о женщинах, о том, какое влияние именно на женщин это затмение окажет, я уже говорила на эту тему, но хочу повторить, что действовать затмение будет не в ближайшие дни, а целых 6 месяцев. И из них выделить вот такие очень женские моменты, это все первые декады месяцев. То есть у нас вот сейчас первая декада и точно так же первая декада апреля, первая декада мая, это все будут такие насыщенные женские дни, когда женщина может себя проявить. Ну, это будет не только выражено, как у каждой женщины, какой-то порыв творческий, может быть, спорт. То есть вот я даже свой пример могу привести, я вот сейчас вышла в интернет, но на самом деле я избавляюсь от интернет-зависимости. У меня куча спортивного инвентаря, который простаивал несколько лет, потому что я сидела в интернете, я думала, что я работаю, зарабатываю деньги, но я гробила зрение, я гробила здоровье. И вот у меня такой получился кризис, и я решила в этот кризис просто заняться собой, своим здоровьем и спортом. Ну, и другим женщинам рекомендую больше двигаться после этого затмения, это очень полезно, а не просиживать в интернете. А почему двигаться? Потому что будет очень много энергии, особенно первые декады всех месяцев. Но и у людей творческих, кстати говоря, будет выражаться это в том, что будут рассказывать о женщинах много. Мы узнаем какие-то, увидим фильмы, постановки. Дело в том, что творческие люди, они в первую очередь чувствуют сигналы, которые из космоса идут. И поэтому они сразу их ловят и творят на эту тему. Поэтому о женщинах будут говорить все полгода. О женщинах-героинях, о женщинах, которые занимаются спортом, о женщинах, которые совершали какие-то подвиги, о женщинах, которые пытаются какую-то карьеру строить. Тема женщин будет на поверхности самая первая. И, возможно, будут созданы за этот период фильмы какие-то, либо постановки, где главной героиней будет именно женщина. Женщина типа Жанна Дарк, может быть, амазонка какая-то. Вот именно главная героиня. Мы привыкли, что там какие-то Арнольды Шварценеггеры, но на этот раз будут женщины. Сильные женщины, смелые женщины. А вот как насчет Хиллари Клинтон? Вы как раз говорили в прошлой нашей программе, в конце декабря, о том, что как раз-таки вот это солнечное затмение и мартовские политические события, они могут как раз-таки отразиться, причем позитивно, в плане того, что она может завоевать еще большее количество голосов в ее предвыборной акции? Ну, я до сих пор придерживаюсь этого мнения, ничего не изменилось. Это вот этот период, 6 месяцев, он и связан для нас, вот она как показатель, маркер того, что происходит. Женщина, которая борется с большим количеством мужчин. Вот, вот, маркер того, сигнал, она и есть этот сигнал, вот она показывает, какая ситуация в мире, как женщины борются с мужчинами, как женщины пытаются занять эту позицию. И этот период будет связан именно с ней. Больше внимания будет на нее. Трамп и прочие будут уходить уже ниже, но мы будем смотреть и говорить, и на слуху будет больше Хиллари Клинк. Понятно. Ну, мы не говорим о том, кто будет президентом, тем не менее, хотя шансов действительно много. Скажите, пожалуйста, Василина, мы как-то, еще раз, был такой момент, вы говорили о нелегальной миграции, поскольку это сегодня приобретает достаточно какое-то серьезное значение во всем мире, ну, в частности, в вашем регионе, в России, к примеру, но и в Соединенных Штатах. Вот как с этим обстоит дело? Ну, в первую очередь, я думаю, что говорить стоит о европейском кризисе. В данный момент у нас прямо коллапс. То есть в Греции на границе стоят тысячи мигрантов, которые пытаются прорваться. Сейчас же лидеры европейских стран ведут переговоры. То есть вот сейчас уже назревает какая-то ситуация такая важная. Есть позитивная динамика какая-то в этом кризисе, но она только на словах. Ну, я понимаю, что европейцы и европейские лидеры надеются на то, что кризис будет каким-то образом разрешен. Но я этого не вижу как астролог. Я вижу серьезную, критическую ситуацию уже следующая волна мигрантов в мае и в августе. Это мы сейчас говорим о начале сентября. То есть этот вопрос не решается в этом году. То есть это мы сейчас говорим пока о Европе, да? Да, мы, конечно, говорим о Европе, потому что там критическая ситуация, ситуация номер один. Но мигрантов во всех странах становится больше. Даже если взять какую-то глухую границу, то там тоже больше поток мигрантов. Больше стоят людей на таможнях, больше хотят пересечь границу. Да, это так. Все хотят, у всех такая охота к перемене мест. Понятно. Хорошо, спасибо. Это, кстати, тоже не совсем благоприятно. Мы начали с благоприятного, с хорошего. На этом все хорошие новости у нас заканчиваются, связанные с отменем. Вообще, с точки зрения генетики, это хорошо. Я понимаю, о чем вы говорите. Свежая кровь, да? Да, именно так. Ясненько. Хорошо. А скажите, я недавно читал в одном из полузакрытых таких изданий информации. Я слежу за какими-то такими вещами, связанные, конечно, с изменением геополитической обстановки. И вот было сказано, ну, типа даже предсказания, я как-то к нумерологии больше отношусь. Так вот, год такой вот, скажем, 2017 год, он имеет очень важное значение. И 2023 год имеет важное значение, потому что вот где-то вот на границе этого года и следующего года начинаются какие-то достаточно неблагоприятные события, связанные с тем, что электросмог, то что называется. Вот это влияние всех телефонов, интернета, компьютеров и других электромагнитных каких-то приборов, микроволновые печки, они будут приносить очень серьезные и негативные последствия на весь мир, на людей. И будут как бы серьезные какие-то заболевания. Вот волна кенсера, это раковые заболевания, ожидается. Ну и нет никаких просветов до 2023 года. А 2023 год, это почему? Потому что, ну, там опять же надо складывать какие-то цифры. И вот именно 2023 год, это как бы, ну, заканчивается вот эта вот волна негативного всего. Как вы к этому относитесь? Ну, так, вы так говорите, 2017 год есть, рак есть, а 2016 нету. Нет, есть, просто волна начинает, она усиливается, увеличивается количество заболеваний. На самом деле есть показатели в этом году, в 2016, уже осенью, очень большое количество должно быть заболеваний в целом. Возможно, что и такого рода заболевания будут. Онкологии больше с сентября. Но аж чем она вызвана? От того, что гаджетов очень много. На самом деле есть показатели того, что будет слишком большое предложение различных гаджетов. Значит, цена на них упадет, и каждый может себе позволить 10 штук, значит, и излучение от них будет больше. То есть, тут есть какие-то соответствия. Вот, вот, в этом, ну, тут еще есть показатели, в общем-то, и в августе. У нас в августе очень много пожаров. Начало августа. Пожаров где? На каких территориях? Ну, у вас же Калифорния горит все время. Мы сейчас говорим, да, но на самом деле они уже сейчас начались, да. Вы говорили, да, августа. Просто максимум. Там на начало августа максимум. Василина, скажите, а как насчет погоды? Вот у нас интересно, ну, у нас вообще город, особенно город Чикаго, там, если хочешь, чтобы изменилась погода, подожди полчаса. То есть, из минуса будут плюс. Ну, то есть, изменения совершенно невообразимые. И вот за последний, скажем, месяц у нас весна наступила уже, как бы так, ну, примерно 18-19 февраля. Было, сколько это, градусов где-то 15-16 плюс. Потом у нас было минус 15. Три дня назад у нас был минус 8. Сейчас, сегодня у нас плюс чуть ли не 20. Ну, насколько я слышал, в Минске я общаюсь тоже. Большое потепление. Вы из этого региона, из Беларуси. Как с погодой у нас дела обстоят? Я смотрела погоду только у нас. Ну, расскажите. У нас, могу сказать, это европейская часть России, это Беларусь и Украина. И, как бы, сравнивала с прогнозом погоды на март месяц от гидрометцентра. Ну, и не согласилась. Говорят, что будет очень тепло. Ну, я вижу, что март наоборот. Конец марта, начало апреля довольно холодные. Именно в нашем регионе. То есть у нас тут расхождение. У вас, не могу сказать, но у вас там через Чикаго проходит проекция Плутона, линия Плутона. Поэтому, я думаю, что частые смены погоды, частые смены давления для вашего штата, города будут характерны. Что, кстати говоря, скажется на здоровье женщин в первую очередь. Ну, и, наверное, этому больше подвержены пожилые люди, да? Не только пожилые. Есть основные возрастные категории, которые очень сильно реагируют на перепады давления. Пожилой человек, он может просто сказать, у меня болит спина, у меня болит голова. А подростки и женщины от 37 до 45, они будут совершенно по-другому реагировать. У них на фоне перепадов давления могут произойти гормональные сбои. Да, поэтому и у подростков, и у женщин такого возраста как раз-таки возможны вот такие вот всплески силы, агрессии, адреналина. Поэтому они становятся сильнее. Понятно, хорошо. Но это довольно опасно для здоровья. А что бы вы посоветовали в этом плане, имеется в виду, как можно женщинам себя защитить? Сказать, я не буду волноваться и не обращать внимания, ну, не получится, скорее всего. Это не волнение, это адреналин, всплеск адреналина, это не волнение, это тревога такая, которую можно победить спортом, активностью, двигательной активностью. Ну, вот там нашим женщинам можно порекомендовать передраивать шкафчики все. Постоянно. Каждый день, да, полы нам надраивать. То есть это тоже физические упражнения, там, велосипед какой-то. А медитация, скажите? Лыжи уже мы ставим куда-то в сарай, достаем велосипеды. Да, а медитация? Нет, медитация не поможет. Не поможет. Не поможет, я считаю, что не поможет. Тут нужна двигательная активность, а адреналину нам нужно куда-то деть. Вдруг не весь он будет реализован там в организме. А медитация это спокойствие, это тишина, это совершенно другое. Это противоположно, это не лечится медитацией. Ясно. Это только спортом лечится. Или надраиванием полу. Ясно, хорошо. Скажите, а какие еще вот то, что вы видите, астрологические события могут происходить в мире и в каком-то отдельном регионе, скажем, Европа, Америка, не важно, Азия. Будут ли какие-то волнения, к примеру, негативные какие-то события в мире? Ну, вообще, тема экономики очень интересна. Ну, экономика, конечно. Что касается волнений, я просто вспомнила, почему экономические показатели вот в мае, связанные как раз таки с Турцией, с Сирией, с Саудовской Аравией, то есть что-то будет в этом регионе важное происходить, что может отразиться на экономике. Вот этот регион. И еще по-прежнему, я уже говорила в прогнозе годовом, по-прежнему Северная и Южная Кореи, вот там страны-странные, там тоже проходят неблагоприятные какие-то проекции. Островные государства, Малайзия, Индонезия, там постоянно проходят такие аномалии, образуются. Но вообще, если разбирать каждую страну отдельно, обязательно какая-то аномальная зона в государстве образуется, где постоянно происходит что-то. И это видно при изучении картографии. Там, например, рассматриваем отдельный регион, Россию, например, и видим аномалии, которые проходят через Байкал, вокруг Байкала, Красноярский край. Да, там постоянно происходят какие-то ЧП. Но в то же время и сам регион на этом фоне становится сильнее, поднимается. Ну хорошо, давайте тогда мы вернемся к экономике, экономика в мире или там каких-то регионах. Раз уж мы про Америку, то чаще всего я замечала в Америке негативные проекции штат Вашингтон на границе с Ванкувером и Канадой. Канада. То есть, где граница Канада и штат Вашингтон. Вот там, вот постоянно. Что-то значит там негативное будет в этом году. Ждать там. Хорошо. И вопрос я пропустила, прошу прощения. Ну вот экономические как раз события, что будет с экономикой, возрождается ли экономика, или сейчас везде во всем мире кризисы. Идут. И, ну, к примеру, рубль российский, он падает по отношению к доллару, хотя в последнее время, наоборот, стал подниматься. Вот то, что я вижу. Ну, март, март, как правило, всегда более спокойный. Несмотря на то, что затмение сейчас, март в экономике всегда самый спокойный месяц. Поэтому тут даже можно подушку безопасности где-то в 20-х числах подбить на целый год. То есть, где-то подстраховаться, учитывая, что потом экономические показатели начнут снижаться. Поэтому нужно ориентироваться. 20-го, 25-го марта я делаю подушку безопасности на какое-то количество месяцев, если есть у меня такая возможность. А снижаться, вы сказали, это будут экономические показатели, то есть, это неблагоприятное, понятно, для страны или стран. Это к концу года, да, сентябрь, октябрь? Ну, у нас еще в мае есть интересные экономические события. И там в затмении даже есть показатель. Петля по золоту, золотая петля. То есть, вот все это время цена на золото будет расти до следующего затмения. А следующее затмение вы имеете в виду солнечное затмение? Да, 1 апреля. Ой, 1 сентября у нас затмение. А вот, вот эта золотая петля, и она и будет всегда держать высокую цену на золото. Окей, значит, покупаем золото, понятно. А как насчет реал эстейт? Реальные шансы? Ну, у каждого, у каждого, наверное, свои. Нет, у реал эстейт недвижимость, я имею в виду. А, я никогда не являюсь сторонником вложения в недвижимость, потому что еще и застраховать ее нужно хорошо. Сейчас времена такие нестабильные, и в плане погодных условий, понимаете, ну, затопило. Застрахован ли ваш дом как следует, а то, может быть, вы вложите деньги в недвижимость, и в то же время потеряете за счет каких-то катаклизмов. По России прокатилась вот волна сейчас в взрывах каких-то, много было. То есть, можно потерять. Я понял. Вкладывать в землю, просто в землю, ее затопит. То есть, долгосрочные программы, они не очень хорошие. В этом плане, наверное, какие-то очень краткосрочные. Поскольку, действительно, может все. Сейчас ситуация такая опасная, но все-таки, у чего есть перспектива? На мой взгляд, у криптовалют. Это что такое криптовалюта? Биткоин, биткоин. А, то есть, это понятно, биткоин. Но это многие даже, в общем-то, как-то не знают и к этому относятся, как всегда, новое. Это все какое-то непонятное, неизведанное. Это интернетовская, так скажем, валюта, да, вот эти вот биткоин. И, да, и, конечно, очень многие этими вопросами занимаются. То есть, вы говорите, что это выгодное вложение в эти биткоины, да? Я даже думаю, что именно криптовалюты могут создать серьезную конкуренцию доллару. То есть, это надежно. Особенно сейчас, когда ситуация вот начнет меняться, а у нас кризисные месяца по экономике, май и август, вот тогда, я думаю, криптовалюты будут очень высокие в цене. И люди начнут задумываться о том, чтобы вкладывать в них деньги. Понятно. Май и август, вы сказали. Есть какие-то определенные даты? Или это вот прямо с 1 мая и весь май и с 1 августа до весь контра августа? Ну, это, конечно, шикарно, если бы я прямо дату давала. Ну, было бы хорошо, конечно, почему нет? Правда. Над этим надо поработать. В общем-то, и в следующий раз, дорогие друзья наши, уважаемые радиослушатели и зрители, мы попросим Василину, она нам скажет конкретную дату. Я просто так этого не сделаю, нет. Нет, да? Ну, хорошо. Будем считать, ну, собственно говоря, вот я как-то немножко разбираюсь в бирже, так я вижу, куда там чего-то идет. Ну, будем знать о том, что май, вот если дошло до определенного уровня, вот, так скажем, надо делать какие-то, предпринимать какие-то меры для того, чтобы то ли покупать, то ли продавать. Хорошо. Василина, скажите, у нас время уже, кстати, подходит к концу нашей программы. Скажите, пожалуйста, все-таки, что бы вы посоветовали, порекомендовали? Ну, наверное, больше это относится к женщинам, все-таки праздник. Это затмение нельзя проводить лежа на диване. Я думаю, что очень важно цель поставить, которая связана с двигательной активностью. Ну, это просите для вашего региона, поскольку затмение по времени вашего региона наступает в дневное, так скажем, около вечера, а у нас ночью. Затмение будет действовать в течение, вот, как минимум шести месяцев. Ага, то есть это, ну, понятно. Поэтому двигаться надо шесть месяцев. Это не конкретный момент именно затмения, поскольку у нас-то наступит ночь. Реально для женщин скажу, что самые важные месяцы – это апрель, первая декада, июнь, первая декада, и август, первая декада. Вот в эти месяца можно реализоваться по максимуму. Только женщинам? Дети, да, только женщинам. Именно эти моменты нельзя упускать, но и соблюдать осторожность. Дело в том, что женщина, когда становится активнее, и когда от нее кто-то унюхает адреналин, ну, то есть это на самом деле может быть собака дворовая, а может быть просто с особой чувствительностью мужчина, да, она может вызывать агрессию, и таким образом будут у нее враги появляться. Поэтому нужно соблюдать осторожность. Да, я помню, в предыдущей нашей программе вы об этом говорили, в общем-то вызвало какую-то некоторую волну как раз-таки вопросов. В основном это были женщины, которые задавали после того, как просмотрели вот эту нашу программу. То есть надо иметь в виду, что, в общем-то, какая-то защита должна быть. То есть баллончики с собой носить газовые, правильно? Электрошокеры, нет? Ну, на самом деле я такие примитивные советы дам. Во-первых, подушку повыше, ну, как бы выбирайте, чтобы адреналина меньше выделялась. Потом принимайте два раза в день душ обязательно, как бы вы не ленились. То есть это тоже важно. И имейте в виду, что и животные, и мужчины такого дикого склада характера тоже могут на вас реагировать, поэтому избегайте темные места какие-то. Будьте осторожны. Понятно. Ну и адреналин можно использовать для достижения целей. То есть это цели должны быть какие-то активные, поездки, бег, там, занятия какие-то, подвижные, динамика. То есть у вас будет больше сил у всех женщин. Если вдруг почувствовали себя плохо, к эндокринологу, проверьтесь. Ясно. Хорошо, Василина, огромное вам спасибо. Ну, еще раз хочу вас поздравить, вас лично с праздником весны, с праздником 8 марта. Всех дорогих женщин, которые нас слушают и которые нас не слушают, точно так же. Поздравляем вас всех и желаем вам, ну, в первую очередь, здоровья, любви и мира. Ну и мы будем встречаться вновь и вновь, конечно, с Василиной Миткевич, которая сегодня у нас была в эфире. Сангейтс радио на этом нашу утреннюю программу заканчивает. Еще раз, Василина, огромное вам спасибо, здоровья, удачи и до новых встреч. Да, всего хорошего. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова